Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфяна Первверховного Апостола Павла. И сегодня мы будем читать предпоследнюю главу этого послания, глава 15. В этой главе апостол трактует величайшую доктрину христианства «Воскресение из мертвых». Первое. Он утверждает несомненность факта воскресения Христа нашего Спасителя. Об этом говорится с 1 по 11 стих. Второе. Исходя из этого факта, опровергает заявление говорящих, будто нет воскресения мертвых. Это с 12 по 19 стих. Третье. На факте воскресения нашего Спасителя основывается воскресение мертвых и утверждается вера коринфян в это с помощью некоторых других рассуждений. Это мы видим в этой главе с 20 по 34 стих. Четвертое. Апостол Павел отвечает на возражения против этой истины и, пользуясь случаем, показывает, какие огромные изменения произойдут с нашими телами, телами верующих и даже неверующих при их воскресении. Это с 35 по 50 стих. Пятое. Он сообщает нам также о том, какие изменения произойдут и со всеми оставшимися уже более подробно. Это 51 по 57 стих. И шестое заканчивает свое рассуждение серьезным призывом христианам, чтобы они были твердыми и усердными в служении Господу. Это последний стих, стих 58 этой главы. И мы читаем. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благоуставал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благоуставал вам, если только не тщетно уверовали». Оказывается, совершенно необходимо принять Слово Божие и удерживать в том виде, в каком мы приняли, никак не повреждая. Это подобно тому, как апостол Павел говорит о святой Евхаристии. Он говорит «Я от самого Господа принял то, что вам передал». И вот это все очень важно. Святитель Иоанн Златоуст пишет «Окончив речь о духовных дарованиях, апостол переходит к предмету самому важному к учению о воскресении, потому что коринфяне в этом отношении были весьма немощны. Как в телах, когда горячка коснется самых основных частей его, то есть нервов, жил и первых стихий, зло делается неисцелимым, если не приложишь великое попечение. Так и здесь предстояла подобная опасность, потому что зло простерлось до самых оснований благочестия. Потому Павел и прилагает великое попечение. Ему нужно было говорить уже не о житейских предметах, не о том, что один впал в прелюбодеяние, другой в корыстолюбие, третий покрывал свою голову, но о самом главном благе, потому что коринфяне разногласили касательно самого воскресения. Конец цитаты. И в послании к евреям, 11 глава, 6 стих, апостол Павел пишет, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». И если коринфяне начали сомневаться, в воскресении мертвых это было их кораблекрушение в вере. Также в послании к евреям, та же глава, 11 глава, 1 стих, дается определение этого слова, что такое вера. Павел пишет, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вы видите, братья и сестры, вера, прежде всего, действие осуществления ожидаемого и только потом умозрительная уверенность в невидимом. И апостол Павел пишет, далее 3-4 стих, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Что это значит? Христос умер и воскрес по Писанию. Смотрите, что говорится в послании Галатам, 3 глава, 13 стих, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Если так написано, то Христос и берет на себя проклятие наших грехов и наших преступлений, как в законе Божьем, в книге Второзакония, 27 глава, с 13 по 26 стих, говорится, «Проклят, проклят, проклят!» И весь народ скажет, «Проклят, проклят!» И назывались и грехи, за которые полагалось проклятие. И пророк Малахия, 4 глава, 4 по 6 стих, пишет, «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Итак, Христос повис на древе и умер на кресте по Писанию, чтобы принять на Себя проклятие всех наших грехов. Иоанн Креститель пришел в духе пророка Ильи, чтобы обратить сердца детей к их отцам, то есть к вере Авраама, Исаака и Якова, которые веровали, что в грядущем из их семени Мессии будет благословение всем народам земли и не только одному еврейскому народу, что исполнилось во Христе. Христос должен был умереть, пролив кровь за наши грехи. И в послании к евреям, 9 глава, 22 стих, Павел так и пишет, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». И далее мы читаем с 5 стиха и ниже. «И что явился Кифи, то есть воскресший Христос, явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьей в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился мне, как некоему извергу, пишет Павел. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Здесь апостол Павел показывает, что закон исполнился и в том, что свидетелями воскресения Христа были многие-многие люди. Но кто-то может спросить, а почему в самих Евангелиях все это не рассказывается? Рассказывается только о явлении апостолов. Но смотрите, что сказано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 30-31 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же было написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Действительно, весь мир не вместил бы написанных книг, если бы все описывать подробно. Апостол Павел продолжает рассуждение в 15 главе 1-го послания Коринфянам. «Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще в грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Здесь апостол Павел использует некий сарказм. Он говорит, как же Христос не воскрес? Ведь если Он не воскрес, то наши грехи не прощены. Да, мы знаем, что Он умер за наши грехи, но воскрес Он для нашего оправдания. В каком смысле? Когда Он умер, и Его враги, и Его друзья стали ждать, воскресит ли Его Бог Отец, восстанет ли Он Сам Христос силой ипостасного Божества из гроба действием Духа Святаго? Это был главный вопрос, ведь послание к римлянам 4.25 так и сказано о Христе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И когда на третий день Он воскрес, это было свидетельство, что жертва за наши грехи и преступления принято, и мы оправданы чудом Божественного воскрешения, омытые и прощенные кровью Агнца Божия. Апостол Павел продолжает свое рассуждение, 19 стих, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Как мы можем только в этой жизни надеяться на Христа? О Христе сказано, Он принес нам жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком – это жизнь, которая, начавшись здесь, уже не прекращается никогда. И святитель Амбруси Меделандский пишет, Павел говорит так не потому, что надеется на Христа несчастье, а потому, что Христос уготовил надеющимся на Него другую жизнь, ибо эта жизнь, в которой мы живем, подвержена греху, а другая уготована как награда. Это из трактата Амбруси Меделандского о кончине брата Сатира. И Амбразиастер в своих комментариях на послание к Коринфианам пишет, очевидно, что и в этой, и в будущей жизни мы надеемся на Христа. Ибо Христос не покидает рабов своих, но дает им свою милость и в грядущем им быть вечной славе. То есть, когда для нас погаснет сияние этой жизни, мы войдем во свет Христов. Далее апостол Павел пишет с 20 стиха и ниже, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресения мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествие его». Немножко непонятно, почему Христос назван первенцем, а разве Лазарь не был воскрешен раньше Христа или сын наинской вдовы. Да, они воскресли, но порядок их жизни был такой же. Христос, который воскрес, он уже никогда не умрет. Смерть не обладает над ним никакой власти, и мы, когда совоскреснем во Христе и со Христом, смерть уже никогда не сможет обладать над нами своей властью. И в послании к филиппийцам 3 глава 20-21 стих мы читаем «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все». И в первом послании Иоанна 3 глава 2-3 стих Иоанн Богослов пишет «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, то есть Христу, потому что увидим его, как он есть, и всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он, то есть Христос, чист». Далее апостол Павел пишет 24-й стих и ниже, «А затем конец, когда происходит воскрешение всех верных, а затем конец, когда он, Христос, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». 25-й стих. «Ибо ему, то есть Христу, надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои». 26-й стих. «Последний же враг истребится смерть». Смерть – это действительно ужасный враг, который подстерегает нас, который проявляет себя в самых разных местах и иногда он действует через других людей, когда одни умерщвляют других. Это ужасно. 27-й и 28-й стих. «Потому что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, Сын Божий одерживает победу над смертью, смертью смерть попрал, и все покоряется Богу Отцу по воле и кроме того, который покорил ему все, кроме Христа, потому что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – это три равнобожественных личности. Когда же все покорит ему, то есть Сын, Богу Отцу, тогда и сам Сын покорится, покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Здесь Блаженный Августин объясняет, если Сын равен Отцу, то как же Отец больше? Ведь и Сам Господь говорит, Отец мой более меня. Евангелие от Иоанна 14, 28, но правило кафолической веры таково, что если Писание говорит, что Сын менее Отца, то это говорится в отношении Его Христа человеческой природы, когда же утверждается, что Он равен Отцу, говорится о Его божественности. Это из трактата Блаженного Августина, который называется о различных вопросах. И тот же Августин это другой трактат, точнее большая его работа о Граде Божьем. Он пишет, Он, Бог, будет целью наших желаний, кого мы будем лицезреть без конца, любить без отвращения и восхвалять без утомления. Это обязанность, это расположение сердца, и это занятие будет конечно общим для всех, как общей будет и сама вечная жизнь. А в одной из своих проповедей, это 255-я проповедь, абзац 8-й, Августин восклицает, не будет никакой нужды, и потому мы будем счастливы, мы наполнимся, но в Боге, Он станет для нас всем тем, чего здесь мы желаем как великого. И мы возвращаемся к посланию апостола Павла и читаем 29-й стих. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» На самом деле, это один из труднейших стихов Священного Писания, и посмотрим, что пишет Амбразиастер, стремясь предать наглядный, законный и однозначный образец уверенности воскресения из мертвых, он, то есть Павел, указывает на тех христиан, которые настолько убеждены в грядущем воскресении, что даже крестятся за мертвых. Если кого постигла смерть из-за опасения, будто иначе те не воскреснут, либо воскреснут некрещенными, и живой именем мертвого окроплялся водою крещения. Да, такое было даже на Святой Руси, когда крестили кости русских князей, которые умерли язычниками, но их крещеные потомки, они совершали такой обряд. Это, конечно, спорный обряд, и церковь его не узаконила, но это встречалось, и это подтверждало глубокую веру в то, что христиане всегда с самого начала верили в воскресение, как собственное, так и всех других людей. Их беспокоило, а как же они воскреснуты, если они не крещены, что их ожидает? Далее мы читаем, «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Здесь апостол Павел опять иронизирует. Как же? Мы рискуем своей жизнью, как бы каждый день умираем. В Эфесе боролся со зверями угроза была от иудеев, от других людей, от язычников, и при всем при этом не верить в вечную жизнь. Зачем тогда все это? Как же тогда жить без веры в воскрешение? Станем есть и пить, ибо завтра умрем, как один из героев Достоевского так и сказал. Если Бога нет, то все можно. Святитель Амбросий Медиаланский пишет, «Эпикурейцы заявляют, что они следуют за наслаждением, потому что смерть для них ничего не значит, ибо то, что прекращается, лишается чувств, а то, что лишено чувств, ничего для нас не означает. Этим они демонстрируют, что живут лишь плоской жизнью, не духовной. Они не считаются с обязанностями души, ограничиваясь только телом, и считают, что с отделением души от тела задача жизни исчерпывается. То есть вот эти слова «станем есть и пить, ибо завтра умрем» это девиз эпикурейцев. Апостол Павел не соглашается с такой точкой зрения. Он пишет «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Не будем придерживаться таких легкомысленных взглядов, потому что это опасно. И Григорий двоих слов Папа Римский пишет «Ибо мы через слух принимаем душою ежедневно слова ближних так, что вдыхая и выдыхая принимаем воздух телом, и как вредный воздух, втягиваемый непрестанным дыханием, расстраивает тело, так нечестивые слова непрестанно слышимые, расстраивают душу слабых, так, что она начинает чахнуть от усложнения нечестия». То есть будем сторониться тех людей, которые в нашем присутствии произносят слух подобные слова, ибо это опасно для неутвержденных вере. И апостол Павел далее со всей решительностью пишет, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут, безрассудные, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц, есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает, внетление, сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть тело и духовное, так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, то есть животную, а последний Адам, это Христос, есть дух животворящий, и вот блаженный Августин в 205 послании, он объясняет этот сложный текст, первый человек, Адам сотворен был душою живою, а животных же сказано, да произведет земля душу живую, понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти, оно каждый день обновляется пищей, но когда жизнь обрывается, разлагается, тело же духовное, которое уже с духом бессмертно. И как апостол Павел говорит в одном из посланий, как в Адаме все умираем, так во Христе все оживем. И святитель Иоанн Златоуст пишет, так и здесь, а последний Адам, то есть Христос, есть дух животворящий. Апостол сказал это для того, чтобы ты знал, что уже есть знамения и залоги, как настоящей, так и будущей жизни. Настоящий Адам, то есть тленный, а будущий Христос, то есть нетленный. Так как лучшее благо он поставляет в надеждах, то есть он Павел, то теперь доказывает, что начало их уже пришло, что корень и источник их уже явились, как явились, в смерти Христа, в чуде Его воскресения и в чуде вознесения в нашем человеческом теле на небеса. Павел продолжает рассуждение, но не духовное прежде, а душевное, то есть сначала перстный Адам, не духовный, как сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице Его, в ноздри Его дыхание жизни и стал он душою живою, а духовное потом. Христос приходит уже после того, как был сотворен Адам. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, как Бог его создает, как бы своими перстами, второй человек Господь с неба. Христос сам говорит о себе, я есть хлеб, сошедший с небес. Второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, а каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, наследует тление, разложение, будем носить и образ небесного. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Кто-то скажет, а это что за манихейство? Неужели наше тело не наследует? В теперешнем состоянии не наследует? В состоянии славы наследует? Архиепископ Аверкий Таушев пишет, апостол говорит об образе воскресения мертвых. Сначала он решает вопрос, как воскреснут тела умерших, то есть какой силой, потом в каком виде воскреснут они. На второй вопрос апостол отвечает, что тела воскресших людей будут отличны от нынешних грубых тел, ибо будут тела духовные, подобно телу воскресшего Христа. Они будут нетленны, ибо плоть и кровь, то есть в теперешнем виде, не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. И в то же время мы знаем, что Христос воскрес в теле, Он дает трогать себя, Он вкушает пищу на берегу источника вод, и при этом проходит сквозь стены, дверями затворенными. Апостол Павел далее начинает развивать вот эту мысль, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. О чем это? О том, что будут люди, которые доживут до второго пришествия, они вообще не умрут. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победы. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Итак, мы все изменимся, и те, которые воскреснут, и те, которые доживут. Все мы будем 33,5 года в полноту возраста Христова. Как Иов Многострадальный пишет, молодость моя вернется ко мне, и тело мое сделается свежее, чем в одни юности моей. У пророка Исаии сказано, хромой будет скакать от радости, немой будет петь, глухой будет слышать. Это будет удивительный Божий мир. И эти перемены, они начинаются еще в этой жизни, когда неверующие обращаются в веру, когда еретики приходят в православие, когда евангельское учение завладевает твоим и моим сердцем. как и сказано, верую вселиться Христу в сердца наши. заменили по силам петь. Set м нам в от в rend л успешно returned и на л и у